Уральцы с нетерпением ждут новогоднюю ночь, но еще больше – 10-дневные выходные. Одни проведут их в кругу семьи, другие – в зимнем лесу с бубликами, коньками и лыжами. В отсутствие времени, сил или средств для полноценного трекинга можно сходить в так называемый поход выходного дня или, как говорят туристы, в ПВД. Такое мини-путешествие позволит просто отдохнуть в природных условиях, вдали от городской суеты и шума. Главное – одеться по погоде. Принцип многослойности или принцип пирога предполагает три слоя одежды. Базовый регулирует влажность тела, средний отвечает за термоизоляцию, верхний – это внешняя защита от непогоды. Должна быть куртка, флисовая кофта и что-то еще снизу более тонкое, чтобы мог комбинировать комплект и чтобы чувствовать себя комфортно в любых условиях, как при ходьбе, так и при стоянке возле костра. Надевать все три слоя сразу не обязательно. Вы можете самостоятельно регулировать количество слоев в одежде в зависимости от ситуации. Иногда достаточно термобелья и куртки, иногда не обойтись без дополнительного утеплителя. Все зависит от вашей активности и погодных условий. Особое внимание нужно уделить обуви. Городская не подойдет. Обувь должна отвечать таким требованиям, как теплостойкость и надежность на сцепление со скользкими поверхностями. Зима у нас, снег, лед, гололед и так далее. Травмы в лесу, они очень опасны, потому что не всегда могут вам прийти на помощь оперативно, как это может быть в городе. И, конечно, не забудьте про шапку, перчатки и шарф. Не расстраивайте бабушку. Поход выходного дня берите с собой все только самое необходимое. КЛМН, кружку, ложку, миску и нож, средства для огня и приготовления пищи, спички или зажигалку, котелок, топорик, а если без костра, то туристическую газовую горелку. Также полезно иметь туалетную бумагу, внешний аккумулятор для телефона, запасной комплект одежды и аптечку. Такого рюкзака городского вполне будет достаточно. В рюкзак обязательно положить лучше термос с горячим чаем. На всякий случай, даже если вы не собираетесь разводить костер в лесу, но положите спички и розжиг. Это, возможно, спасет жизнь. Перекус для ПВД должен быть калорийным, но при этом легким. Чтобы вам не хотелось быстрее все съесть, идти налегке. Отлично подойдут сухофрукты, шоколад, орехи, батончики. За калории можно не переживать, вы все их успеете сжечь. Те, кто не следит за диетой, это может быть шоколадка. Для тех, кто следит, то какие-то, может быть, крекеры и так далее. Но что-то калорийное обязательно нужно положить, потому что в лесу, в походе мы теряем довольно много энергии. Для готовки лучше брать крупы, сушеное мясо и овощи. Вода берется из расчета 2 литра на человека в сутки. Прогулка по зимнему лесу или поход выходного дня – это не только холод, но и новые эмоции и впечатления. Подготовьтесь к январским каникулам правильно и проведите выходные с хорошим настроением.